Шмар, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эха. Шаббат шалом, друзья, рад видеть всех здесь. Нынешняя недельная глава называется Шелах, пошли, пошли от себя. Шелах леха в некоторых вариантах. Значит, пошли от себя или пошли для себя. То есть буквально это означает, что Маше посылал даже не столько разведчиков. И вот когда я исследовал эту недельную главу, я узнал, что они были не просто разведчиками, они должны были исследовать, насколько полезна та земля для того, чтобы создать определенную мотивацию у народа, чтобы народу было интересно туда войти, чтобы это не было вход в некую неизвестность и не знаешь, что там. Все-таки столько столетий отсутствовали в своей земле, скажем так. И вот пришло время войти в эту землю. И эта недельная глава нам рассказывает вообще очень интересная динамика развития и изложения информации в этой недельной главе. И я ее пересказывать не буду, я просто как бы задам саму динамику. В этой недельной главе говорится о призыве войти в землю и отказ народа от этой цели. Эта цель была от Всевышнего. Народ отказался. Очень печальная страница нашей истории. Наказание народа с транствованием в течение 40 лет, в результате чего все люди старше 20 лет, вышедшие из Египта, как были переписаны, вот все люди старше 20 лет, они должны были пасть в пустыне. Только два человека, Иисус Навин и Халиф, они удостоились войти. Даже Маше, даже Аарон не были удостоены этой чести. То есть это для того, чтобы мы понимали, что входить в Божье присутствие, быть в Его Царстве – это честь, это привилегия. И это надо ценить, это надо хранить. Дальше. И 10 вот этих вот исследователей-разведчиков, они погибают сверхъестественно от мора. То есть как только все произошло, они, вот это была демонстрация того, что отказ от цели, от предназначения влечет за собой гибель. И они умирают. Только двое остаются в живых, Иисус Навин и Халиф, и они впоследствии входят в землю. Но интересно дальше, что Бог говорит, вы не войдете, вот только те, которые от 20 лет и младше, они войдут. И дальше Всевышний, закрыв этот вопрос, вынеся вердикт, так сказать, он продолжает поучение. И говорит, вот, и сказал Господь Маше, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы войдете в землю вашего жительства, которую я даю вам». И другое место. И сказал Господь Маше, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы войдете в землю, в которую я веду вас». То есть получается, Бог обращается ко всему Израилю, но ценность имеют эти слова, представляют только для тех, кто от 20 лет и младше. Удивительно. Понимаете? И на самом деле в жизни так вот наблюдаешь, собраний людей много, слушают все, проходят годы, ты видишь, что состав меняется. Есть люди, которые постоянно здесь, есть люди, которые исчезают куда-то. Вопрос, для кого представляют ценность те слова, которые звучат сейчас. Задайтесь каждый в своем сердце этим вопросом. Является ли для вас ценность Слово Божье, заветные отношения с Богом? Потому что от этого зависит, где вы будете завтра. И дальше. Когда Бог начинает поучать народ, Он дает определенные постановления, связанные с жертвами, за грехи, по ошибке, по неведению. Дальше. Ответственность за деяние дерзкою рукою. То есть, когда человек знает заповеди и пренебрегает ими, нарушает их, и, собственно, и не прячется даже от этого. Дальше идет наглядная демонстрация, что происходит за такое поведение. Это история, когда человека в шаббат, собирающего дрова, поймали, привели, вопросили Господа, вынесли решение, побили камнями. Значит, и дальше заповедь о цицит. И общая динамика этой недельной главы, она очень интересна. Сначала мы видим, у Бога есть цель для народа, народ отказывается от этой цели. Сразу же приходит наказание. Дальше Бог объявляет, что дает постановления, которые дают такое интересное понимание, что если вы делаете что-то по ошибке, по неведению, то это не так страшно. Есть определенные движения, которые вы должны произвести, для того, чтобы этот вопрос каким-то образом разрешился, чтобы это не было смертельным для вас. Но если вы делаете это осознанно и целенаправленно, то тут уже, собственно, нет ни жертвы за грех. Знаете, как в Новом Завете сказано, что если мы, познав истину, продолжаем произвольно грешить, то уже не остается жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда. И получается, что Бог показывает, что отказ от цели он ведет к гибели. Если этот отказ, он был не целенаправленным, то, собственно, ситуация каким-то образом решаема. Значит, и это на уровне народа, и также он показал это на уровне одного человека. Человек пренебрег заповедями Божьими, причем очевидно, что это было не случайно, скорее всего, это было не единожды, поскольку вынесем был приговор в соответствии с дерзким поведением в отношении Бога. И заповедь оцицит, это тоже очень интересный момент. Я хочу небольшую историю сначала прочитать. Давид Вольфсон, преемник Герцеля на посту президента Всемирной сионистской организации, в своих воспоминаниях рассказывал. Я прибыл в Базель, чтобы подготовить все необходимое для проведения первого сионистского конгресса. Среди многих вопросов был и такой. Каким флагом мы украсим в зал конгресса? Каким будут его цвета? Ведь нет у нас общего флага. И тут я подумал, а ведь есть у нас флаг белый с голубым талит, с кистями цицит, которым мы покрываем себя во время молитвы. Я заказал белый флаг с двумя голубыми полосами и с нарисованными на нем щитом Давида. Так появился наш национальный флаг. Я, собственно, хочу показать, о чем он говорил. Вот этот талит. И по бокам идут полосы. Вообще-то они должны быть цвета тхелет. Я дальше объясню, что это. А, собственно, вот сам флаг. Очень напоминает талит. То есть прообразом, собственно говоря, из современного израильского флага был именно талит. И я продолжу. Значит, Бог дает заповеди отталите. Значит, и сказал Господь Моше, говоря, «Объявися нам, израилевым, и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих». Вот, вот эти вот кисти, видите, узелки такие. Вот о них идет речь. «Чтоб делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти». Ну, там в оригинале стоит слово «тхелет». «И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству. Чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь, Бог ваш». Ну, и чтобы было понятно, сейчас это некий объект для литургии, скажем так, но в свое время это было просто покрывало. Вот я сейчас там стоял в углу, мне сзади дул вентилятор. Холодно, потому что тут жарко, вентилятор холодно, я талит накинул на себя, и все, мне комфортно. То есть, собственно, это некая накидка, которая помогает еврею укрыться от жары, от холода. И вот когда мы читаем о том, что нельзя брать верхнюю одежду в залог и не отдавать, точнее, взять в залог можно, но ее обязательно нужно отдать после захода солнца, это как раз от олите идет речь о таком вот покрывале. Это была естественная, нормальная одежда, как у нас сейчас, плащ, куртка там в дождь. Значит, и вот Бог повелел вот в эти вот кисти вплетать вот нить цвета тхелет. Что это значит? Цвет тхелет, которым должна была быть покрашена одна из нитей в цицит, не просто один из оттенков синего. Толмуд описывает цвет тхелет так. Это цвет моря, похожий на цвет неба, подобный цвету престола славы Всевышнего. Приведенная последовательность сравнений указывает нам на те ассоциации, которая должна вызвать у тебя кисть с голубой нитью тхелет. Само еврейское слово тхелет связано со словом тахлит, цель, и потому голубой цвет напоминает нам о цели соблюдения заповедей. Эта цель ассоциируется с морем, которое приносит благо, когда держится в своих границах и несет несчастье, когда выходит из берегов. Точно так же и еврей должен оставаться в предписанных заповедями границах закона. Выходя из них, он разрушает мир. И о небе, манящем человека к продвижению вверх, и о престоле божественной славы. Последнее указывает нам, что соблюдение заповедей важно не как самоцель, не само по себе, то есть вот соблюдение ради соблюдения, но прежде всего как средство, как инструмент для приближения человека к Богу и к небу. Ощущая постоянно эту цель, человек не будет блуждать, влекомый страстями своими. И так же еще рассматривается этот цвет, ну вообще как бы цвета, как признаки некой идеологии. Вот, скажем, мусульмане для себя избрали зеленый цвет, материалисты, это коммунизм, социализм, нацизм, избрали для себя красный цвет, а евреи голубой, вот цвет тхелет. Если мы посмотрим на радугу, то красный цвет, он лежит в начале радуги, это цвет эдом, однокоренной со словом адома, то есть земные страсти, похоти, вожделения, вот они ассоциируются у нас с красным цветом. И с другой стороны радуги, голубой, небесно-голубой цвет, который символизирует именно чистоту, небесную чистоту, которую, и святость, которую дает нам Бог, которую мы должны хранить. Значит, и собственно говоря, наблюдая за всем этим, мы можем увидеть, ну, и обобщить смысл вот этой недельной главы, ну, можно назвать так, вижу цель, не вижу препятствий. Но это только для двух, для Иисуса Навина и Халева. Они реально своими глазами видели, какие есть препятствия, но они знали, что с ними Бог, они знали, что у Бога есть цель для Израиля, и они знали, что с Богом можно преодолеть все эти препятствия и достигнуть цели. Народ отказался. И чтобы мы понимали, насколько это действительно тяжкое преступление в глазах Бога, я очень часто люблю задавать вопрос, как вы думаете, грех золотого тельца и грех отказывает идти в землю обетованную, что тяжелее в глазах Бога, что страшнее? Оценить это можно по последствиям. За грех золотого тельца погибло около трех тысяч человек, за грех нежелания войти в землю обетованную, нежелания достигать Божьих целей, собственно говоря, погибло как минимум две трети Израиля, вышедшего из Египта. Если не больше. Ну, вы понимаете, вот только от 21 года и выше умерли все, кроме двоих, кроме Иисуса, Навина и Халева. Вот какие последствия, сколько человек погибло, и вот из этого мы делаем вывод, что одно дело, когда мы служим Богу, но не так, как Он заповедал, а так, как мы себе представляем, это нехорошо и будут последствия, но они будут не такими страшными, когда мы вообще отказываемся от того, чтобы следовать той цели и достигать ту цель, которую Господь ставит перед нами. И поэтому я призываю каждого из вас задуматься над таким простым вопросом. А моя жизнь соответствует той цели, которую Бог имеет для меня? Моя жизнь соответствует той цели, которую Бог имеет для нас, как для народа? Потому что ответ на этот вопрос очень важен. От этого ответа зависит, где мы будем завтра, где мы будем в вечности. И хочу напомнить еще одно место, это Псалом 94, 6 по 11 стих в качестве заключения. Придите, поклонимся и припадем. Преклоним колено пред лицом Господа, Бога нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паства Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали глаза Его, не ожесточите сердца вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. Сорок лет я был раздражаем родом Сим и сказал, этот народ заблуждающийся сердцем. Они не познали путей моих, потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. И поскольку заповедь отцы цит была дана для того, чтобы помнить заповеди и исполнять их и ходить путями Божьими и соответствовать Божьей цели, то пренебрежение заповедями, пренебрежение Божьей волей и Божьей целью для нас, оно, собственно говоря, определяется Торой, как увлечение своими желаниями и своим сердцем, которое ведет нас к блудодеянию. То есть мы должны понимать, что мы народ Божий, мы овцы его паства и мы должны двигаться по жизни не своими желаниями. Желаний у нас много. Куда ни глянь, налево глянул, желание появилось, направо глянул, желание появилось. А Тора определяет для нас другой путь, путь посвящения, путь достижения Божьей цели. И когда мы ее достигаем, тогда мы действительно счастливы, тогда мы имеем и исполнение желаний, которые мы отложили ради Господа. Но Господь знает наши желания, и если они праведны, Он их обязательно исполняет. И каждый скажет Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова